Привет вас! Хочу с вами сегодня поговорить про такую хорошую идею. А давайте действительно отменим стационарное обучение, ну при всем в высшей школе. Ну в средней школе относительно младшей класса, я не спорю, там дети любят пообщаться. А старшие, однозначно, интернет, 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 дистанционное обучение. Вот подумайте сами, если сделать обучение в высшей школе, прежде всего, ну и в старших классах школы, экономия в помещении. Колоссальная экономия. Ну, соответственно, не надо будет тратиться на ремонт, содержание, отопление, освещение. Потому что вы знаете, в постоянной дискуссии нет денег в бюджете, нет денег, чтобы промонтировать школу. Так и не надо. Действительно у нас есть большие помещения некоторых институтов, но абсолютно бессмысленно. Ну серьезно. Студенты ходят плохо, аудитории большие, не отапливаются, не ремонтируются. Или если ремонтируются, разворуют деньги. Но очень часто чем лектора занимаются? Ремонтируют помещение. То есть тупо воруют деньги. Тупо. Причем уже не забывайте, у нас очень многие государственные учебные заведения. Воруют аж ходить. Я уже молчу про кучу ненужного обслуживающего персонала в этих высших учебных заведениях. Просто там какие-то лаборанты третьих лабораторий, которых они не существуют. Или методисты. Какие? Какие чертные методисты? Нафиг они нужны. Нет, смотрите, вот фактически карантин показал, что высшие учебные заведения спокойно могут работать без наличия самых помещений. Да, все работает идеально. Также что касается лабораторий. Смотрите, какая ситуация. Кто учился на технарях, скажет вам, что лаборатория фуфло. Они очень старые, допотопные. Нету ни оборудования, ни черта. То есть, реально в той лаборатории ничего не сделаешь. Мало того, очень часто бывает еще какая проблема. Да, есть лаборатория. Даже работает. Даже зав. лаборатория есть. Там то, что они показывают, оно нафиг никому не надо. Это очень старые какие-то допотопные технологии. Или какие-то примитивные эксперименты. Я не шучу, серьезно. Вот поварить с технарами, сказать, да вы что, лаборатория это убожество. Такое название лаборатория. И вообще, по большому счету, если уже мы про технарей сказали. Помните, я время от времени говорю, что хороший инженер, ну, нужен. Или хороший технолог. Беда в том, нет. Понимаете как? Вот я, если нанимаю технологом, мне что интересно? Мне интересно, чтобы человек, который я нанимаю, не рассказывал мне, что он знает высшую математику или физику. Нафиг она мне нужна. А чтобы он мог правильно понимать, какие сейчас новые технологии, что меняется. Чтобы, грубо говоря, на вопрос, а вот это оборудование здесь станет? Он мог сказать, да, станет. Или не станет, или не стыкуется. Чтобы он мог новые технологии понимать. Потому что сейчас в мире, по большому счету, работа инженера, технолога, ну, это как игра в лего. Тот кусочек тут, тут, и надо склеивать. А для этого, да, действительно, немножко не лабораторий. Лаборатории здесь не нужны. Здесь надо действительно разбираться в технологиях новых, новых, новых. Так что для этого достаточно что? Правильно, качественно, хорошая лекция. Или еще лучше хороший фильм. И четко показано, потому что действительно, будете смеяться, но я знавал и знаю специалистов, которые, посмотревший фильм BBC, больше знали, чем учили 5 лет в институте свою там химию или физику. Смешно, но это факт. Так что да, действительно, вы ищу учебное заведение на дистанционном. Но это еще какая проблема. Ну, вот общежития, они не нужны будут. Человек находится в любой точке мира. Тут, смотрите, еще какая ситуация. Ну, вы знаете, в мире сейчас модно, как бы, глобализация. Украинское учебное заведение. Начинают читать лекции на английском языке. Да, с помощью интернета и так дальше. И человек находится, ну, давайте так, в Китае, Индии, в Америке, учится без проблем. Причем я уверен, что желающих будет очень много. Ужасно много, не удивляйтесь. Не, у нас, конечно, есть балласт в высшем учебном заведении, но есть действительно шикарные преподаватели. Плюс, в смысле, правильно это все организовать. Человеку никуда не ехать, ни визы, ни что-то не надо. Он спокойно учится. Причем, говорю, можно даже сделать так, чтобы там и дистанционно, и проверять. Это все не проблема. И тогда действительно решается масса вопросов. Я вот уверен, уверен, что после этого карантина найдутся, ну, скорее всего, частные государственные. Это болото, болото, болото. Вот почему я ненавижу государственные учреждения. Такое болото, такое убожество. Они ни черта, ничего не хотят, ни только деньги бюджета воруют. А частные, я думаю, действительно, подсуетятся, сделают такие виртуальные университеты, захватят кусочек мировой образовательной системы. И у них будет клиент постоянно. То есть не будет этих постоянных слез. Ой, что нам делать? У нас студентов мало. Да у вас студентов ума мало, а не студентов у вас мало. Работает. Так что, как видите, карантин тоже полезный вещь. Ну, старший класс сам Бог велел, ребята. Ну, вы же не хуже меня, вот, если у вас есть ученики, знаете. Они не хотят ходить в школу, им тошнит, тошнит от этой школы. Тем более, она уже ничего не учит. То, что они там учат, такой балласт, такую дуру учат. Она никому не надо. Действительно, дистанционное образование. Кто хочет учиться, будет учиться. Причем, что сейчас какая серьезность? Типа в школу ходит, но для того, чтобы ребенок знал, надо нанимать репетитора. А тогда, действительно, виртуальных репетиторов наняли, запустили. Хочет ребенок учиться? Учится. Не хочет? Вперед. Проблем нет. Ну, как вам идейка, а? Напишите свое мнение.